Марина, а если бы к тебе приехали гости из других городов России или может быть из-за рубежа, куда бы ты их повела в первую очередь? На самом деле вариантов масса. Самарская область уникальна. И даже в отдаленных уголках есть удивительные по своей красоте природные достопримечательности. Не все знают, но в Самарском регионе есть даже свои водопады, которые являются объектами экотуризма. Ты права. И природные достопримечательности Самарской области уникальны и величественны. И также имеют свою загадку, отгадать которую, впрочем, может каждый. Стоит лишь сделать первый шаг навстречу. А экотуризм сейчас вообще на пике популярности. Это свой тренд. Эко-тренд. А с вами Марина Матвеевшина. И Марина Кравцова в программе Эко-тренд. Ангелы или демоны? Чем грозит встреча с летучими мышами в Самарской луке? Как же там летучими мышами? Ты занимаешься, смотришь на них, они же залазят в ухо и выпивают у тебя кровь. Им сверху видно все. На борьбу с незаконными свалками брошены авиа- и видеотехнологии. Внимание, высоту набрал 350 метров. Ухожу на точку работы. Принял, обождаю тебя. Где пластику место? Раздельный сбор отходов дошел до школ и детских садов. У нас есть специальная емкость для крышек. Бутылку бросаем сюда, крышку откручиваем, бросаем сюда. Уникальный уголок природы. Жигули. Волжская Швейцария. Самарская лука поистине жемчужина по Волжье. Здесь величественная Волга образует излучину, обращенную на восток, а затем поворачивает на юго-запад. Протяженность ее более 200 километров. Древние карбонатные породы образуют здесь подобие гор – Жигули. Единственные горы тектонического происхождения не только на Волге, но и на всей русской равнине. Из-за разнообразия растений с ранней весны до поздней осени каменистые степи чуть ли не каждую неделю меняют свой цвет. Самарская лука – одно из любимейших мест отдыха жителей Самарской области и место притяжения туристов со всей России и из-за рубежа. Здесь постоянно создаются новые туристические маршруты. Только туризм здесь более цивилизованный. Повсюду раритет, и вот стенка разин притаился за кустом. В национальном парке уверяют – это едва ли не единственный сохранившийся портрет знаменитого разбойника. Ходит легенда, где-то под Молодецким курганом зарыл он свою лодку с сокровищами. Конечно же, сокровища в легендах существуют, и якобы они хранятся уже теперь на глубине моря. То есть какие-то пещеры ушли под воду, и скорее всего в них находятся. Но это все легенды. Самарская лука окутана легендами, и уникальные природные достопримечательности буквально повсюду. Лето, стоит жара, но можно пройти несколько шагов и попадаешь в зиму. Температура в Ширяевских штольнях, как в погребе, круглый год держится на уровне 5-8 градусов. Здесь же и самая крупная зимовка летучих мышей. А прошлой зимой здесь открыли музей этих рукокрылых зверьков. В холодное время года Ширяевские штольни становятся прибежищем самой большой популяции летучих мышей в Европе. В это время в пещерах спят 34 тысячи особей восьми видов. От самых маленьких ночницы весят 5-6 граммов, до крупных гигантская вечерница достигает 40 граммов в весе. Работники национального парка Самарская лука всеми силами стараются сохранить покой зверьков. Если температура воздуха в пещере поднимается хоть на градус, мыши просыпаются, тратят много энергии, жировой запас уменьшается и есть риск не дожить до весны. Подробности об этих загадочных зверьках рассказывает в музее летучей мыши в Ширяево. Не нужно беспокоиться совершенно и бояться этих животных не нужно. Мне мама рассказывала о том, что как же летучими мышами ты занимаешься, смотришь на них, они же залазят в ухо и выпивают у тебя кровь. Я говорю, откуда это взяли? Такие мифы и есть. Они счастливы, говорят, ну как же нападают. Но вот те люди, которые посещают наш музей, они после этого говорят, ну мы все, мы точно животных своих не будем трогать. Летучие мыши – зверьки очень редкие и нужные. В тех местах, где они живут резко, улучшается состояние леса, говорят ученые. Мыши питаются насекомыми и защищают деревья и кустарники от вредителей. На самих мышей охотятся лисы, ласки, куницы. Особенно летом, когда мыши спят на открытом воздухе. Музей летучей мыши работает круглый год, и здесь можно поближе познакомиться с жизнью и особенностями этих зверьков. И два раза в год действует тур «Ночь летучих мышей». Желающие могут увидеть, как ученые отлавливают животных, взвешивают их, крепят специальное кольцо на лапке для дальнейшего изучения. Легенды и чудеса Самарской Луки не только в природе, но и в истории. Село Рождествено. Так, в 1843 году здесь появился каменный храм Рождества Христова вместо деревянной церкви. С ним связано несколько удивительных историй. В 30-х годах XX века храм разорили и сделали в помещение зернохранилище, потом в сельский клуб. Однажды местная девушка шла мимо бывшей церкви и увидела в окне Богородицу, которая с тоской в глазах смотрела на нее. Святая попросила не превращать храм в танцплощадку, но девушка отправилась танцевать, и прямо на танцах у нее отнялись ноги. А путешествие продолжается. Заволжский Свято-Ильинский женский монастырь в селе Подгоры открыт в 2006 году на месте восстановленного Ильинского храма постройки XIX века. Молитва в монастыре не прекращается никогда. Круглые сутки монахини по очереди читают неусыпаемый псалтырь. Кроме этого у каждой насельницы свое дело – шитье, вышивание. Все эти иконы написаны монахинями Свято-Ильинского женского монастыря. А вот икону Табынской Божьей Матери подарили монастырю Самарцы. Чудо-икона попало в монастырь на следующий день после того, как точно такую же увезли отсюда оренбургские казаки. Они привозили чудотворную икону в рамках крестного хода. В километре от женского монастыря стоит мужской во дворе бревенчатый храм Креста Господня, построенный без единого гвоздя. Когда его освящали, рассказывают монахи, в небе творилось невероятное гром и молнии. Это Илья Пророк по небу бесов гонял. На территории – источник святого Ильи. К нему столетиями приходят паломники. Анализ воды показал содержание серебра в десятки раз выше обычного. По легенде, вода его омывает сокровища под горой перед тем, как вылиться из родника. Дверь монастырей открыта для всех, в том числе для туристов. Путешествие по селам Самарской Луки может превратиться в знакомство с неизведанными чудесами. Здесь реальная история переплетается с мифами и легендами, а такие приключения никого не оставляют равнодушными. Но, к сожалению, не все туристы берегут природу и оставляют после себя мусор, который остался после отдыха. И такие мини-свалки и незатушенные костры приводят к лесным пожарам, что, собственно, и произошло в 2010 году на Самарской Луке. При этом есть люди, которые действительно волнуются о благополучии нашего национального парка. Этим летом в Самарскую Луку отправились около сотни волонтеров. В прошлом году они очистили от мусора 20 километров береговой линии. На этот раз в планах привезти в порядок 50 километров территории у берега. Из Самары экодесант направился в Ширяево, на Гаврилову поляну и в Подгоры. И, кстати, волонтеры также ликвидируют свалки, которые нанесены на карту свалок Самары. Ее создали активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Генеральная уборка». И, кстати, Самарский регион в части ликвидации свалок является лидером среди всех регионов России. Три погрузчика, шесть КАМАЗов неделю очищали от мусора эту площадку на проспекте Карла Маркса. Незаконную свалку отметили на интерактивной карте свалок Всероссийского проекта ОНФ «Генеральная уборка». Самарская область – один из самых активных его участников. На площади в несколько гектаров в основном строительный мусор. Так недобросовестные предприниматели пытаются сэкономить на утилизации отходов. Оштрафовать юрлица сложно. С поличным ловят в основном простых водителей, а для них штрафы несущественные – от 1000 до 2000 рублей. Однако дополнительно придется оплатить ущерб, нанесенный экологиям. И здесь на физическое лицо, и у нас уже есть судебная положительная практика, сумма ущерба достигает до 150-200 тысяч рублей за одно транспортное средство. Районные власти и общественники решили, этому месту необходимо подарить вторую жизнь. Также здесь планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы окончательно отвадить самых настырных нарушителей. Через пару месяцев виден результат генеральной уборки. Масштабы впечатляют. Вывезли около 400 камазов мусора. Каждая машина по 13-15 тонн. В итоге расчистили 3,5 гектара земли. Участок защитили заграждениями и шлагбаумом. Полным ходом идет его благоустройство. Очень быстро отреагировали все и Народный фронт, и депутаты, и Советский район. Мы очень рады, что мы избавились вообще от свалки. И здесь будет хоть бы парковка, и не будет такой захламленности во дворах. А это теперь все машины, мы надеемся, будут на этой парковке. В Самаре развернули настоящую борьбу с незаконными свалками. Не только ликвидируют залежи мусора, но и разыскивают нарушителей, которым за свое безответственное отношение к природе приходится расплачиваться рублем. В местах незаконного складирования мусора устанавливают камеры видеонаблюдения. Они фиксируют номера машин с отходами. За нарушителями экологического порядка ведется охота и с воздуха. Теперь к борьбе со свалками подключились правоохранители и современные технологии. Летательные аппараты с камерами кружатся в воздухе, наблюдая все, что происходит на земле, там, где находятся свалки, кто их, собственно, этот мусор сваливает. И впервые такой летательный аппарат запустили зимой этого года. Норма, отработал. Норма. Беспилотный летательный аппарат готовит к запуску. Он будет выслеживать нарушителей чистоты и порядка. Грузовики, которые выгружают кучу мусора, где придется, и образуют несанкционированные свалки. Три, два, один, старт. Запускают беспилотник со специальной катапульты, которая действует по принципу рогатки. Внимание, высоту набрал 350 метров, ухожу на точку работы. Принял, обождаю тебя. Аппарат может передавать видеосигнал в режиме реального времени и даже снимать под покровом ночи. Работает он в радиусе 50 километров. Пока беспилотник ведет нарушителя с воздуха, на земле его уже поджидают силовики и сотрудники департамента городского хозяйства и экологии. Это не безнаказанно все, поэтому одним штрафом он не отделается за одним протоколом. Мы также рассчитываем ущерб, нанесенный окружающей среде, почве, которые предъявляем право нарушительным. В Самаре это первый опыт борьбы с незаконными свалками с помощью современных технологий. В планах ввести такую практику на постоянной основе. А сейчас немного эко-новостей от Дмитрия Лопатина. Здравствуй, Дима. Привет, Марин. Привет, Марин. Ну, сегодня я расскажу об эко-тренде, который зародился уже давно. Это раздельный сбор мусора. Это делается в целях избежания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам вторую жизнь. В большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение, гниение и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду. В Самаре тоже подхватили этот эко-тренд. И сейчас почти в каждом дворе многоквартирного дома установлены специальные контейнеры для пластиковой тары. Разделяй и выбрасывай. Как это происходит, подробности в следующем сюжете. На площадке для сбора мусора контейнер для полиэтиленовой тары. Такие сейчас есть в каждом Самарском дворе. Мы хотим своим мероприятием способствовать тому, чтобы отходы, которые отправляются на свалку, их было меньше. Отходы, которые отправляются на переработку, становилось больше. Собственно говоря, контейнер решает эти задачи. То, что он сетчатый, позволяет еще и проводить так называемую социальную рекламу. То есть люди видят, что там внутри, и у них возникает желание присоединиться к этому эксперименту. В конце 2016-го такие спецконтейнеры для пластика стали устанавливать рядом со школами и детскими садами. С каждого по бутылке и готовы сырье на переработку. Ученики 34-й школы с теорией раздельного мусора знакомы и успешно применяют на практике. Почти 7 лет сдают макулатуру, теперь взялись за пластиковую тару. Бережному отношению к природе и к ее ресурсам надо приучать с детства, уверены педагоги. Экологическая работа ведется не только в школе, но и по всему поселку Зубчининовка. Но пока экологическое воспитание взрослых хромает. Здесь много частных домов, треть населения мусор либо сжигает, либо несет на незаконные свалки. Важнейшая экозадача на сегодня это строительство мусороперерабатывающих заводов. Но тут, конечно, важна и культура самих жителей. Нам еще предстоит учиться и привыкать к тому, чтобы сортировать бытовой мусор. А что вы делаете для того, чтобы мусора в окружающей среде было меньше, а природа не страдала от пластика и целлофана? Вы можете рассказать об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» в социальной сети ВКонтакте. Также мы ждем рассказов о людях, которые своими силами делают мир чище, красивее и лучше. А мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания. Берегите природу. Будьте в тренде! Субтитры создавал DimaTorzok